Начнем с того, что народ, я могу говорить так, потому что за последние 10 лет, наверное, несколько сотен раз я был на Украине, большинство времени мы в Киеве, то есть для нас Украина всегда являлась серьезным рынком, как и, например, Казахстан, бывшая советская страна. Мы часто регулярно ездили, даже я в 2005 году около 66 раз, то есть 66 раз я был на Украине, поэтому близко как-то знакомая тема для нас была, тем более вот для меня я интересовался политикой, то есть вначале рассказывал все это, чтобы понятно было, что не из воздуха просто я слова набираю, они не мои, понимаете? Значит, водитель, который возит, организатор общая, ни один человек не был за последние вот два года, скажем, ну, естественно, перед ведущим президентом, тоже они не были довольны. Редкость эта большая, когда вот встречаешь человек, который он доволен своей властью и так далее, так и в России, например, один если, да, 10, нет, понимаете, такая ситуация. Не были довольны. Сплошные жалобы были против этого президента. Поэтому не бывает дым без огня, понимаете? Значит, все это внутри кипело. Естественно, вот интересы были зарубежные в этом, потому что Украина расположена прямо в центре Западной и Восточной Европы, понимаете? То есть ближе к Востоку и ближе к Западу. И там есть большая вот, большая граница с Польшей. И многие украинцев на Западе, я был там тоже много концертов, они даже говорят на польском языке. И католиков, которые они уже, то есть неважно, была революция, не была, называйте его революцией, или просто народ поднялись, или бандеровцы, или, я не знаю, киевляне, или хохлы, как хотите, назовите, уже часть там, уже были как будто поляками, понимаете? Уже присоединились там давным-давно, считали. Водители, с кем мы ездили, автобусы, скажем, по западной, говорят на украинском. То есть человек не знает. В итоге он не предваряется, что он. Нет, он прекрасно понимает по-русски. Но он по-русски не может. Этим я столкнулся много раз, понял, что это не специально. То есть в этом тоже нельзя их обвинять. Значит, все, русский язык не существовал там, понимаете? И так они, как поляки. Поэтому все это вместе. Если посмотреть 10-20 лет, что происходило последнее, значит, те тучи, они привели сегодняшний дождь, который, ливин, который сегодня у нас был. Жалко, умирает огромное количество людей. Самое-самое страшное во всем этом, это не конфликт сам по себе, а братство, которое было между Россией и Украиной, это закончилось надолго. Запомните мои слова, я вам говорю. И перемещался там, то есть западный мир, Европа, с их приходом туда, европейцы, у них долгая память. Они не по-русски решают вопросы, как здесь. У меня с вами проблема. Я сел, ударили по рукам, по 50 выпили, скажем, грубо говоря, по-русски. И мы забыли об этой проблеме. И вот так открыли новый листок и пошли дальше. Любой конфликт с европейцами, через 10 лет, ты ударил по рукам, все вопрос решил, через 10 лет он так тебя ударил по спине. Ты скажешь, что, дорогой мой друг, мы же решили этот вопрос, это что, у нас все прекрасно. Он говорит, нет, это ты решил 10 лет назад, сегодня у меня. Понимаешь, я отомстил тебя, но не скажешь, отомстил. То есть теперь ты получай, как ты мне давал тогда, один гол. В итоге, так, поэтому то, что российские политики сегодня, они думают, и они предпринимают очень серьезные решения, все-таки западный мир большой и силен. Нельзя с ними ругаться, я бы с ними не ругался, потому что мой друг, он живет в Америке, никакое отношение не имеет к этим странам. И не знает, и не политик, он духовный, православный человек, который сидит в утро-давечении, как монах молится, домашний монах. Он мне сказал, говорит, что случилось, говорит, в один день Россия стала, говорит, врагом всего мира. Действительно, так и было. Значит, санкции. Да, мы гордые. Мы сейчас откроем наши вот рубашки и скажем, что нас не волнует вашу... Вы, у вас у нас больше интерес, чем мы наоборот, так далее, так далее. Минуточку. Народ в России не живет супер богато. Уезжаем на гастроли, чуть-чуть под носом, то есть из Москвы выехали. Живут люди, если не в нищете, а в бедные условия у них. Поэтому, что будет судьба этого народа, если я как-то выхожу из положения, а тот человек, который нуждается, что ему делать. Будем думать о 150 миллионах, живущих в этой стране, не о себе. Поэтому я бы совершенно по-другому. И самая большая ошибка. Я 100%, 100% моя позиция личная, значит, не потерять связи с Украиной. Потому что братские, оба народа русские, чем отличаются, ничем. Но нельзя ни в коем случае 100 лет назад, начинают грубыми словами говорить. Я был недавно открыт в памятник, скажем, великой княгине Елизаветы Федоровны. Я был в Витсерге в посаде. Там один политик вышел, просто лил такой грязь на украинцев. Я после него, мне дали слово, так, случайно, я не должен был говорить. Но я тут же исправил ситуацию, сказал. Я говорю, этот товарищ передо мной, который говорил, я говорю, он сказал такие слова. Я не обидел его, но я сказал, это братские отношения, я говорю. Кровь не превратится никогда в воду. То есть нельзя. Кровь останется кровью, понимаете. И кровь кровью не моют. Кровь моют с водой, чтобы очищать. Нельзя потерять. Не рассказывайте мне 200 лет назад, мы создали эту нацию, где они, украинцы, были, они никем. Сегодня какая обстановка? Давайте вместе поможем этим беднягам, которые они пытаются, хотят быть в хороших отношениях с европейцами. Ну пусть будет, какая нам разница. Но куда им деться? В конце концов, их возвращение сюда, в Россию. Украина без России, это не Украина. Поэтому временно какие-то лидеры появились, разные национальности, которые ведут там по своей голове свои, вот прибамбасы у них в голове. Это недолгая история. Россия не должна бояться, чтобы потерять. Оставьте их. Нельзя с ним вражь, то есть статься врагами. Оставьте, они как кошки, ласковые, вернуться сюда. Их конец здесь. Половина их уже живут в России. Они зарабатывают. Половина моих музыкантов и танцоров всегда были украинцами. Понимаете? Они талантливые люди. Они все равно возвращаются к нам сюда, в Россию. Продолжение следует...